Связь наладивается. Александр Вениаминович, слышно ли меня и видна ли моя презентация? Да, да, вас видно и слышно. Ну вот, уже счастье для воскресного утра. Итак, коллеги, сегодня акушеры и анестезиологи, эффективность во взаимодействии. Да, конечно, в основу лекции, может быть, и мотивация этой лекции, мое восхищение тем, как слаженно и совместно действуют наши пилотажные группы, когда я смотрю их во время парадов в замечательном месте в Москве. И это, конечно, навевает много мыслей о том, что было бы неплохо, чтобы было именно так и в интенсивной терапии, и вообще в акушерской анестезиологии. Итак, каковы проблемы на сегодняшний день, на мой взгляд, и на взгляд, в общем-то, многих работ, которые я посмотрел, готовясь к этой презентации, конечно же, это демографические изменения. Вы хорошо знаете, что эпидемия ожирения, пандемия ожирения, если хотите, хотя это слово сегодня опасно произносить, потому что оно сразу вызывает напряжение. Конечно же, увеличение возраста наших пациенток, в том числе и первородящих. Нарастающее количество коморбидных заболеваний, которые, я могу точно сказать, за те 35 лет службы в акушерской анестезиологии мы не наблюдали раньше. Естественно, что это приводит к тому, что все большее количество так называемых сложных, трудных пациенток, и что греха таить надвигающийся или прогрессирующий дефицит врачей в специальности в анестезиологии вообще и в акушерстве в частности, обусловлен он и увеличением потребности, и различными другими факторами. Я часто слышу от своих молодых учеников, от своих молодых коллег о том, что они сталкиваются с тем, с такими возражениями. Вот, пациентки обвешаны вами, помпами, устройствами, катетерами, а ведь раньше все было по-другому. Вы знаете, на эту тему можно долго говорить, но у меня всегда есть ответ только один, что если вы думаете, что может быть и так, как вы видите на этой картинке, то я вас смею уверить, эта тема отдельного разговора так уже быть не может по очень многим причинам. И почему? Обратите внимание, это данные отчета в динамике с 2014 по 2018 год. Вы понимаете, что то, что произошло в 2019 году, это еще будет видно, было не до этого в начале года. Но это из доклада главного анестезиолога-реаниматолога города Москвы Дениса Николаевича Проценко. Он любезно поделился со мной, даже прислал специально этот слайд. Коллеги, обратите внимание, анестезиологи, работающие в акушерстве или сталкивающиеся с ним, среди всего объема анестезиологических пособий, которые оказываются в мегаполисе, на долю акушерства и гинекологии приходится практически, а сегодня могу сказать уже с уверенностью, более одной трети всех проводимых анестезиологических пособий. И это же, конечно, ответ на два вопроса, может быть и не ответ, а утверждение, что так, как я показывал на прошлой картинке, быть уже не может, а второе то, что мы с вами без работы не останемся. Следующий момент – это нарастание информационного бума, информационного потока, если вы позволите, потому что, обратите внимание на следующую интересную вещь, вот такая совсем уже не новая работа в New England Journal of Medicine в 1978 году, я не перестаю ее цитировать, хотя вышли уже более новые работы, но не настолько яркие и эмоциональные. Посмотрите, масса медицинских знаний, опубликованных в Index Medicus отдельной книгой в период 1879 по 2004 год. Такой замечательный обзор, такая замечательная база данных вышла онлайн в Медлайне еще в 2004 году. Посмотрите, вес опубликованных томов с 1879 по 1939 года, прирост этого веса составляет 2 килограмма в год. Наступает 1946 год, и быстрое увеличение веса с 1946 года, а с 1977 в год увеличивается масса печатных изданий в медицине на 30 килограмм в год. На сегодняшний день тенденция прогрессивно увеличивается, несмотря на то, что появился интернет, появились онлайн-издания. Простите, я позволил себе ерничать, бумага стала тоньше, поля в журналах стали уже, и, как говорят некоторые мои друзья, любят шутить, раньше девушки были моложе. Обратите внимание, это в килограммах, прирост информации в килограммах, хотя есть уже и другие вещи. Конечно же, тот прогресс, который произошел в медицине, если можно так сказать, я специально выделил в кавычках, старая медицина была простой, ну, может быть, достаточно примитивной, простите меня за такие слова, преимущественно неэффективна, хотя это относительно и в большинстве случаев безопасна, по моему мнению, за исключением трепанации и кровопускания. Современная медицина, безусловно, более сложная, комплексная, высокоэффективная, но в то же время и более опасная из-за увеличения инвазивности методов исследования в нашей специальности и, конечно же, в различных манипуляциях. Эта сложность, безусловно, может приводить к ошибкам, которые губительны для пациента. И вот здесь наслаивается еще один важный момент, который можно охарактеризовать нашим взаимодействием с акушерами. Насколько важно это взаимодействие? Конечно же, работа в команде. И здесь я привожу вашего внимания, ну, одно из определений команды, то, что она состоит из двух и более индивидуумов, у которых есть конкретные роли. Они выполняют независимые задачи, хотя, по моему мнению, независимость задач достаточно относительно. Они хорошо адаптируются. И самое главное, участники этой команды разделяют общие цели, а главное, понимают, что эти цели общие. Но не все так просто, потому что когда как минимум два участника команды, они получают информацию. Возникает вопрос, могут ли эти два человека, видя и слыша одно и то же, интерпретировать информацию одинаково, или же интерпретировать ее по-разному. Я привожу сегодня ряд случаев, как всегда, без названия городов, клиник, не дай бог фамилии и так далее, которые иллюстрируют мои сомнения и, в частности, выводы, которые следуют в сегодняшней лекции. Обратите внимание, первородящая в сроке 36 недель поступает в активном периоде родов, маломпатия у нее четверка, после оперативного лечения сколиозов, грудно-поясничном отделе позвоночника по методу Хартингтона, это фиксация металлическим стержнем. Во время наблюдения беременности анестезиологом женщина ни разу не осматривала. Дежурный анестезиолог узнал о поступлении пациентки уже тогда, когда она была в родзале. Заранее он не был извещен. Через три часа после поступления возникает необходимость операции кесарево сечения, показания для нее экстренные вследствие дискредитированного состояния плода. Быстрая последовательная индукция и, к сожалению, интубация не удалась. Есть технические трудности. Не удается установить ларингеальную маску. Сразу же хочу оговориться, что в этом учреждении не было видеооптического ларингоскопа, фибробронхоскопа и так далее. При повторной попытке установки ларингеальной маски не удалось. Что же был случай второй? Первородящая в 26 лет сроки 36 недель беременности поступает в родзал с артериальной гипертензией, отеками, протеинурией, также нарушениями зрения, что говорит о тяжелой преэклампсии. Начинается введение сульфата магния. Тромбоцитов у нее вроде бы так ничего. АЧТВ в норме. Время кровотечения 8 минут. Артериальное давление. Гипертензия. Вы видели, и для снижения используется немодипин внутривенно в сочетании с сульфатом магния. Я понимаю, что по части всех случаев, которые я сегодня привожу, могут возникать различные вопросы. Но я привожу им честно на основании тех данных, которые были получены из разных госпиталей и описаний. И, наверное, обсуждение каждого этого случая было бы интересной темой для следующих лекций. Посмотрите продолжение этого второго случая. Через три часа после поступления зарегистрированы и поздние деселерации у плода. И, конечно же, принимается решение об экстренной операции кесарево сечения. По состоянию плода впервые вызван анестезиолог. Осмотр анестезиолог, маломпатия четверка, выраженный отек ротоглотки. И вот здесь к вопросу о взаимодействии. Акушер безапелляционно считает, что общая анестезия будет способствовать дистрессу плода. И мы получим, я дословно цитирую, как это было написано в случае, который мне прислали коллеги, и мы получим плохого ребенка. Акушер утверждает, что спинальная анестезия абсолютно противопоказана. 98 тысяч тромбоцитов, я вам напомню. Состояние дыхательных путей в расчет не принималось. Как развивается эта трагедия дальше? Анестезиолог был вынужден согласиться, не буду сейчас обсуждать эту тему, вы понимаете, о чем идет речь. Выполнена последовательно быстрая индукция. Позже анестезиолог сообщил, что он во время своей подготовки, это был молодой коллега, в клинической ординатуре никогда не проводил ни одного случая, когда бы он проводил общую анестезию у беременной. Естественно, как и все клинические ординаторы, стремятся побыстрее взять в руки иглу и научиться в первую очередь нейроакциальным методам анестезии. Выполнена быстрая последовательная индукция, теопентал сукцинилхолином, связки не визуализируются, трудности и невозможность интубации, невозможность вентиляции, не оказалось рентгенальной маски ни в операционной, ни в лечебном учреждении, предпринята попытка оксигенации через крикотириоидную мембрану после функции иглой, вентиляция все еще была невозможна, остановка кровообращения женщина в сознание так и не пришла, все закончилось плачевно. К вопросу о коммуникации и взаимодействии. Посмотрите, третий случай, первородящая с морбидным ожирением, доношенная беременность. Начинается эпидуральная аналгезия в родах, бупивокаин, шесть дополнительных бедений анестетика в период с 23 до 6 утра, без признаков ухудшения, далее пересменка и появляется новый анестезиолог в 7 часов утра. Что он обнаруживает? Брадикардия плода, которая на его глазах длится более 5 минут, принимается совместное решение уже новой бригадой, которая пришла утром об экстренной операции кесарево сечения в 7.30 утра переводится в операционную. Как дальше? В эпидуральный катетер введен препарат, блока нет, время ожидания 14 минут, введен еще ледокаин, еще 5 минут ожидания, 29 минут. Обратите внимание, что вводится и как долго это происходит. Приступает к общей анестезии, интубировать не смогли. Пациентку разбудили, выполнена фиброоптическая интубация, время 22 минуты, это уже от старта проходит 51 минута. Родоразрешение, разрез матки в течение 5 минут, продолжительность операции, что в итоге. ребенок по шкале АБГАР 1, 2, 3, вы видите, какой ацидоз у плода, интенсивная терапия плода, церебральный паралич. Я недолго буду высотомлять случаями, но хочу привести еще один случай, четвертый. 5 женщин в родах, у троих роды индуцированы. Обращаю ваше внимание насчет коммуникации, решения об индукции родов, когда идет столько одновременно, и количество анестезиологов ограничено. Другой акушер производит пациентки разделения оболочек, и его не информировали о том, что происходит в операционной. Минутой позже выпадение петель поповины, тяжелая брадикардия плода. В родовой нет мест, в главной операционной нет мест, опоздание на 40 минут с выполнением операции. Совершенствование взаимодействий при родоспоможении был вывод комиссии, которая разбирала этот случай. Не могу сказать, что этот вывод новый, но что мы должны делать в будущем? Обратите внимание, совсем недавно мне пришлось участвовать в обсуждении на просторах нашей страны еще одного случая. Дистресс-синдром плода. Я дословно привожу запись, которая была документирована, общение между акушером и анестезиологом. Женщине в шестом родзале сейчас необходимо экстренное кесаревое свечение. Вопрос, когда? Сейчас, как можно скорее? Каковы показания? Дистресс-синдрома плода? Вопрос, а у нее стоит эпидуральный катетер? Ответ, я думаю, что да. Или, наверное, да. Коллеги, я выступаю сегодня перед высокопрофессиональной аудиторией, поэтому позволяю себе не комментировать эти случаи, но все-таки хорошая, необходимы еще хорошие условия для командной работы в родах. Почему? Потому что в акушерстве жизненно необходимо комплексное и многокомпонентное лечение. Акушерство – это область акушерской анестезиологии, и родзал – это там, где происходит быстрое вовлечение в неоднозначные ситуации. Вы хорошо знаете, что порой как гром среди ясного неба. Про информационный бум я уже говорил, показывал вам эту замечательную работу в New England Journal of Medicine. Тяжелый груз временных ограничений, конечно же, давление без доказательных аргументов. Я так считаю, я в акушерстве 20 лет, и так далее. Все это формирует пустые амбиции. И, конечно же, замечательный доклад, который я с удовольствием прослушал доктора Акундинова о том, что нужны различные тест-системы, потому что большая часть случаев, посмотрите, международные издания не только сегодня, не только даже вчера, в 2016 году. Замечательная работа. Большая часть случаев потенциально предотвратима. Ничего нового. Мы и у себя часто делаем такой вывод. Системный подход – средств для облегчения раннего распознавания пациенток высокого риска, о чем отчасти говорил и показывал очень хорошие результаты доктора Акундина в Екатеринбурге в Свердловской области. Триггеры раннего предупреждения неблагополучия женщины, которые вносятся в клинические протоколы. Акушеры тоже работают над этой проблемой. И хотя я показываю эту работу, потому что это отдельная тема. У меня по этому вопросу есть отдельная лекция. Но начиная с 2014 года все больше и больше активно в акушерских журналах, слава тебе, Господи, приводятся ранние критерии прогнозирования материнской смертности или осложнений. Я показываю эти акушерские журналы, потому что, обратите внимание, чувствительность достаточно высокая. Этих шкал обладают определенной специфичностью, потому что они охватывают все мелочи. Да, если все происходит нормально, то все остальное несущественно. Мы победили, и замечательно. Но если хоть что-то идет не так, то значение имеет каждая мелочь. И в этом плане, что делать при плохом исходе? Я понимаю, что сейчас я вызову у многих, наверное, слушателей негативные эмоции в мой адрес. Но тем не менее, это мое твердое убеждение. Медико-юридическая система, с которой мы сталкиваемся сегодня, вызывает у меня впечатление, что она придумана не для правды, она придумана для общества, юристов и бизнеса. Да, необходима оценка не амисс. Конечно же, почему повезло, надо оценивать, потому что еще очень важно узнать, почему мы вышли с достоинством из этой ситуации. Выводы, с которыми я сталкиваюсь, почему повезло, но повезло, потому что она попала в стационар с соответствующим уровнем, потому что лечением занималась, подчеркиваю, команда компетентных специалистов. Что такое команда, мы говорили с вами ранее. Почему она виновата? Виновата сама, потому что она поздно обратилась, потому что она не так жила, потому что потому. Виновата женская консультация. Она виновата практически всегда, потому что по моим самым разным наблюдениям, сейчас я ерничаю, в женской консультации должны были предусмотреть, к примеру, амниотическую эмболию еще до ее, еще на этапе зачатия, простите, амниотическую эмболию или ряд других осложнений. И, конечно же, виноват анестезиолог, продолжаю повторять, потому что он что-то не долил, что-то перелил, рано вынул трубку, поздно вставил трубку. Этих причин уже много. И вы знаете, в этом плане мне импонирует взгляд на главные ошибки в следствии неправильной, в данном случае, не диагностики, а фатальные ошибки BBC. Хотя я далек от политики, но тем не менее, на этом же канале, столь критикуемом сегодня, нередко есть очень интересные вещи, которые и аполитичны. Посмотрите, с точки зрения безопасности, безопасность многих систем на сегодняшний день составляет 99,98%. Это очень высоко. Но давайте мы разберемся, что же означает эта безопасность системы 99 с лишним процентом. Посмотрите, для авиации 84 аварийных посадок авиалайнеров ежедневно. Одна крупная авиакатастрофа в той или иной степени, крупная каждые три дня. В отношении почтовых отправлений, это тоже область, где ошибки иногда бывают крайне неприятны. 16 тысяч почтовых отправлений по миру теряются ежечасно. 37 тысяч ошибок в банковских транзакциях ежечасно по всему миру. И это в тех системах, которые заявляют, что они безопасны на 98,99 и 98%. Насколько действительно безопасно понятие «достаточно безопасность» системы анестезиологии и реанимации в акушерском стационаре. Вот так выглядит система безопасности 99,9%. Поэтому только командная работа, только тренинги. Посмотрите, еще одна ситуация, которая показывает эффективное взаимодействие или отсутствие его. Объявлено экстренное кесарево сечение. Анестезиолог проводит анестезию в другой операционной на кесаревом сечении. А второй анестезиолог по тем или иным причинам, в данном случае объективным, отсутствует 15-20 минут. В течение 5 минут артериальное давление у пациентки резко снижается, вы видите, и наступает брадикардия плода. Кесарево сечение с опозданием на 25 минут. Интенсивная терапия у матери с применением трансфузии препаратов. Крови мать жива, а плод погиб в результате судебной разбирательства. Есть еще гуманитарные аспекты медицинских ошибок, анестезиологических, и в частности, которые перекликаются с взаимодействием анестезиологов и акушеров. Но, во-первых, наша память, жалуемся мы на нее или нет, все-таки она ограничена, емкость этой памяти. Стресс и утомление повышают коэффициент ошибок. Обратите внимание, негативность влияния утомления не только анестезиологов, но и акушеров. Когнитивная деятельность после 24 часов работы без сна анестезиолога эквивалента уровню алкоголя в крови более 0,1 промилле. Более 0,1 промилле. А добавьте еще 24 часа дежурства, на следующее утро плановая операция, а потом еще остаться на следующий день работать, потому что это работа. Если я рассказываю сказки, вы мне в комментариях это скажете, что такого в жизни не бывает. Далее, конечно же, то, что касается работы, это недостаточная осведомленность. Не будучи зачинщиками этой катастрофы, мы анестезиологи, мы становимся наследниками дефектов, происходящих в операционной. Их участие заключается в добавлении так называемого гарнира к уже существующему фатальному вареву всех этих неприятностей. Это хорошо известно на примере вот этого сыра Джеймса Ризена, когда нанизывается через сыр ломтики сыра с дырочками сыра Эмменталь. Я сейчас не буду подробно останавливаться, этот пример уже, что говорится, заезжен. Но поймите, в реальном мире, да, в идеальном мире сыр может быть без дырочек, без дырок, но в реальном мире эти дырки существуют в сыре, даже сегодня в рамках санкционных нарушений нашего прекрасного сыра. И, конечно же, отсутствие командной работы. Сама по себе критическая ситуация позволяет выстраивать этот сыр именно в том виде. Замечательная инфографика в анестезиологии в моем любимом журнале еще в 2015 году. Вот каким образом дуя даже в один парус, но с разных сторон, команда, конечно же, не приводит к хорошему результату. И приближаясь к завершению своей сегодняшней лекции, я хочу показать рисунок, который в свое время, когда я имел удовольствие и честь работать в Петрозаводске на кафедре анестезиологии, Михаил Георгиевич Фулиде, замечательный ученый, человек, художник, человек с большим чувством юмора, вот таким образом охарактеризовал вот эти причины, которые я вывел, и необходимость работы в родзале анестезиолога и акушера. Конечно, необходимо постоянное общение, конечно же, необходимо согласованность действий, необходимо взаимодействие, обязательно вежливость, и если это необходимо, то компромисс. Это и есть хороший задел работы, потому что и ваш анестезиологи, мои коллеги, и акушеры, когда вы вносите ваш небольшой вот этот кусочек информации, может быть, финальным пазлом вот той головоломки критической ситуации, которая случается. Любимый мой философ, я очень люблю работы, они опубликованы на русском языке уже давно, и продолжают переиздаваться, Фома Аквинский в свое время писал, что познание путем, а вернее говорил даже, познание путем озарения это прерогатива ангелов, не акушеры, и даже мы, анестезиологи, реаниматологи, не являются ангелами, поэтому лечение на основе озарения, это, конечно, может быть и высший пилотаж, но все-таки должны быть четкие инструкции, клинические рекомендации. Вы думаете, все с этим состоит даже в мире англоязычном, где мы так стремимся и с трепетом иногда видим и обзоры, и метаанализы, хотя я должен сказать, метаанализ, метаанализу тоже рознь, когда они входят в клинические рекомендации. Только 10-20% клинических решений принимаются на основе данных доказательной медицины, а что же делать с систематическими обзорами, как они называются в нашей стране, 47,5% это Кокрейновская библиотека говорит об этом, недостаточно доказательная база в поддержку того или иного вмешательства. Один из моих любимых авторов Йосиф Бродский в своем небольшом, но очень интересном произведении посвящается Ялте в 1969 году писал, к сожалению, в наши дни не только ложь, но и правда нуждается в солидных подтверждениях и доводах. Не есть ли это знак, что мы вступаем в совершенно новый, но грустный мир? Доказанная правда есть, собственно, не правда, а всего лишь сумма доказательств. Но теперь говорят, не говорят «я верю», а говорят «согласен». Это к вопросу о том, что тщательно анализируйте и те ссылки на метаанализы, и те многочисленные работы, которые появляются после опроса врачей в WhatsApp, в Facebook и так далее. И вы спросите, что делать при этих коммуникациях, столкнувшись с упрямой аудиторией? Может быть, это не очень профессорский слайд, но продолжать повторять, продолжать доказывать, продолжать доказывать аргументированно на основании доказательств. Я благодарю вас, коллеги. «Старкнувшись»